Сегодня пришло время полива моих двух орхидей без корней, и поэтому я приготовлю на ваших глазах сам раствор и покажу результаты, которые я смогла достичь благодаря реанимации орхидеи этим препаратом. Посмотрите на те корни орхидеи без корней, которые сейчас находятся в достаточно активном состоянии. Корни продолжают расти, а значит и новые появятся, и листья не потеряют туркар. Что самое главное вам понадобится, это взять ровно 1 литр теплой отстойной воды, не сразу водопроводной хлорированной, чтобы вода была не жесткой, это самое главное для реанимации орхидеи. И использовать фолиевую кислоту из расчета 1 мг, то есть ровно 1 таблетка фолиевой кислоты на литр воды. Приготовить раствор получится у каждого, потому что таблетка очень быстро растворимая. Результат налицо практически сразу, корни становятся активными, листья зеленеют, орхидеи заметно улучшаются. Поэтому попробуйте поливать свои орхидеи методом замачивания на час в растворе фолиевой кислоты, витамином группы В в ванной комнате в вечернее время, на ночь, в пасмурную погоду. И тогда результаты будут такими же, как и у меня, а то и лучше, потому что обрабатываю я, поливаю орхидеи, методом завачивания орхидеи без корней таким способом, наверное, на протяжении месяца. И результаты уже активность корней. Поэтому фолиевая кислота хорошо подходит практически всем орхидеям без исключения. Нет никаких противопоказаний. И больные орхидеи будут положительно реагировать. И здоровые орхидеи во время цветения, бутонизации, вегетации тоже обрадуются такому витамину группы В. Полив пойдет только на пользу. Итак, начнем с того, что я сейчас займусь орхидеей номер один, сорт сюрприз. Видно, что из рода мультифлор. И буду поливать тем же способом, методом замачивания на час. В среднем понадобится около одной процедуры реанимации за неделю 10 дней в растворе фолиевой кислоты, как я называю, в витамине регенерации клеток, что поможет как раз-таки вызвать образование новых корней и не закуклить старое. Это очень важно. Поэтому, если у вас есть орхидеи без корней или же орхидеи без листьев, то очень настоятельно рекомендую попробовать реанимировать, спасать такие орхидеи витамином группы В фолиевой кислотой. Итак, эта орхидея еще будет купаться с другой орхидеей. Очень важно, если они уже прошли лечение до конца. Итак, ставлю второй орхидей и вам предварительно показываю. Это орхидея фолинопсис сорта из тех, которые листья в краб, с бордовым пигментом. Точно название сказать не смогу, но надеюсь, мы с вами узнаем, если она спасется и выпустит цветонос. Всему свое время. Сейчас самое главное – это выздороветь, то есть сохранить тургор листьев. Я начала видео с того, что назвала витамином группы В регенерации, потому что посмотрите на то состояние тургора листьев при такой скудной практически нулевой корневой системе. Это очень важно достигать, когда нету корней, но тургор листьев при этом не страдает. Поэтому попробуйте такие поливы замачивания на час, можно даже несколько часов, если в этом есть необходимость. Но, как правило, плюс-минус в среднем достаточно часа, для того, чтобы орхидея успела напитаться этим полезным веществом. Посмотрите на две эти орхидеи, запоминайте их состояние, ведь я уверена, уже спустя время я смогу снять предложение видео о том, возможно, во время приготовления следующего раствора фолиевой кислоты, во время полива методом замачивания, и уже посмотреть на те результаты, которые были получены спустя время. И придерживаться плюс-минус процедуры раз в неделю, раз в 10 дней.